Привет, друзья, с вами Кейк, и сегодня будет видео касательно компании Tron, монеты TRX и его руководителя Джастина Сана. Много важного нужно сказать. Постараюсь держаться линейной мысли. Начнем с Джастина Сана. Смотрите, как предприниматель... Вообще, любого предпринимателя можно легко поставить в какую-то группу. Скажем, здесь будет группа предпринимателей, которые замечают момент, что можно легко войти в рынок и делают что-то. Говорят громкие вещи, которые они сами не понимают, не могут объяснить, но момент не упускают. Таких предпринимателей очень много. Есть другая группа предпринимателей, которые долго работают над чем-то, делают research, все puzzle полностью у них есть. Четко понимают идею, как идти к этой идее, что им нужно. Потом, неважно, время ушло или нет, потому что для таких компаний грим не уходит, для таких идей. Когда все ясно реализовывать можно, вот тогда и они начинают открывать компанию, находят инвесторов и все такое. И четко идут к цели. И третье, это когда немножко того, немножко того. То есть, есть момент, отличный момент для открытия компаний. У кого-то есть идея, давайте возьмем это, возьмем это. В промежутке поймем, что к чему, найдем идею, которая лучше, чем та, с чего начали. Ну, будем держаться этой цели и будем работать, сделать деньги. Джастин Санн из тех предпринимателей, которые поняли момент, что в рынке полно детей, которые покупают все, что есть. То есть, говорим, дай им обещание, они дадут тебе свои мамины средства. Когда открылся трон, да? ICO трон, когда хайп на ICO был на пике. Чтобы было большое, огромное обещание децентрализованное, тогда и понятие децентрализованности, оно вообще, оно было на самом высшем пике. И обещание Джастин Санн сопутствовало тому пику. То есть, что хотят люди, хотят децентрализованности, давайте дадим им децентрализованный интернет. Что еще можно, да? То есть, обещание больше, чем это, просто невозможно дать. Децентрализованный интернет. Никто таких обещаний не давал. То есть, те проекты, которые четко знали, что они будут делать, с этой децентрализованной возможностью децентрализации, никто не давал обещанию децентрализованный интернет. Некоторые говорили децентрализованная система для перевода в СИВЭЦ. Некоторые говорили децентрализованная система для, скажем, вокинг избирательного процесса. То есть, конкретные задачи, где можно использовать эту децентрализованность. А вот Justin Sun сразу же самый пик, то есть выше никуда, децентрализованный интернет. Все, что все остальные говорят, это все в этом будет. И когда даешь такие обещания, со временем приходится не только начать реализацию этих обещаний, но и как-то объяснять конкретные блоки, пазлы, которые в итоге дадут эту самую децентрализованную интернет. Если вы смотрите Ли в Джастина Сана, если вы следите за Твиттером Джастина Сана, компания работает над тем, чтобы все больше создавать неправильную реальность, все больше создавать путаницу, они вообще взяли такую стратегию, что не должно доходить до того, чтобы их спрашивали, и они как-то оборонялись, отвечая. Они атакуют первыми, они атакуют эфириум, они скоро будут атаковать и ада карданов. Давайте по пунктам, я не буду так расходиться во все стороны. Итак, маркетинговая кампания Утрон это атаковать, чтобы не дошло до того, чтобы начали обороняться, потому что у нас все хреново, потому что у нас все очень плохо, наши транзакции не так быстры, наша сеть держится на Java, который... Смешно просто, что сеть блокчейна держится на Java. Если кто-то не знает Java, смотрите, из моего опыта, мы много программ писали. Так вот, Java не может никак ни с ресурсоемкостью, ни с оптимизацией, оно вообще... Структура языка Java, оно никак не может поддерживать массивные... Большие проекты. Java не создано для этого. А вот C++, Python. Невозможно просто сравнение поставить структуру... Мощная структура C++ и Java, или скажем... То есть, это разные вещи, чтобы программисты сразу не нападали на меня. Это разные вещи. На Java не построишь огромную платформу, программу. А вот трон на Java. Да, у Java есть огромный плюс. Сразу же очень многим понятно этот язык, и они начинают очень легко этим пользоваться. Но вот в долгосроке все равно из Java приходится выйти. Но вот уже когда идешь глубже, это не выдерживает. Об этом кто знает? Об этом знают программисты. То есть, те инвесторы, эти дети, инвесторы, которые вкладывают свои деньги на долгосрок трон. То, что у них Java, у них огромное количество транзакций очень... То есть, эти дети не понимают ни структуру языка, на чем основана их сеть. Не понимают, что маркетинговая компания атакует, чтобы не пришлось защищаться. Потому что мы ничем не можем защищаться, если сильно будут атаковать. Сколько дапов у них? Очень много дапов. У нас мы топ-1 по количеству дапов. Здесь именно тот вариант, когда качество не важно. Важное количество. Потому что 99% дапов, которые на трон, они ничто. Я вообще думаю, что большинство из них просто каждый месяц уходят. Закрываются, потому что никто этим не пользуется. Понимаете? Фишинг. Вы ловите рыбку. Получайте TRX. На ITTRX. Улучшайте свою рыболовную. Эту штуку. Я не знаю, как это называется. И вот количество таких дапов у нас очень много. Как инвестор для меня это только минус. То есть, качество дапов в сети Трон самое низкое. Смотрите, есть зилика, да? На зилике очень мало дапов. Но каждый из этих дапов, вот большинство из этих дапов, они очень интересные. И понимаю, что если этим дапом пользуются тысячи человек, эти тысячи человек будут пользоваться этим дапом очень много времени. И это количество будет расти. Ну и создатели зилика, когда вообще слушаешь их, они очень, очень интеллигентные люди. Очень. Ну вот, у них проблемы с маркетингом. Я буду говорить о зилике в другом видео. Вернемся к Трону. И так, чтобы поддерживать эту путаницу, эту незнание, что делает Джастин сам? Делает то, что сделал бы любой другой человек на его месте. Когда у него очень много денег появляется, взятых из детей. Этим детям нужно кормить чем? Так вот, этим детям нужно кормить тем, что они не смогут проглотить. Что нет у детей? У детей нет денег. Дети пользуются чем? Торрентом. Правильно. Давайте купим торрент. Это же наши деньги. Эти деньги и детей. Купим торрент, дети будут счастливы. Торрент, наша сеть не может видеть из торрента. Неважно. Никто об этом не знает. Знать те люди, которые знают. У нас огромное количество платных. И уже не платных. Самое крутое. То, что это уже не платные. Этим детям не надо писать, чтобы они писали. Трон самый лучший, трон самый лучший. Эти дети делают, сделают все за нас. Мы скажем им, что покупаем трон. Вот у нас есть миссия, централизованный интернет. А вот торрент это в самом корне этого понятия. Это по их пониманиям. Для детей это будет работать. Давайте сделаем. Идем дальше. То огромное количество транзакций, которые на битторрент, сеть просто лопнет моментально трона. И тут вообще смешно, что это на Java. Сеть трона никак не выдержит битторрент. Смотрим видео, где Джастин Сан. Спрашиваю Джастина Сана напрямую. Выдержит ли сеть трона касательно биткоина? Ответ Джастина Сана. Ложь на лжи. Вокруг да около. В итоге они сделают централизованную версию. О котором все равно никто не узнает. И поставят битторрент на этот сервер. Но это не самое худшее. Ну ладно, люди мухлюют. Держатся цели. Не важно, как мы достигаем цели. Да, важно то, что мы будем достигать этой цели. Так вот, это не шаг для достижения цели. Это самое ужасное для трона. То есть человек, этот человек Джастин Сан. Он все еще не понял. Это обещание, это цель, децентрализованный интернет. Из чего строятся, какие нужны блоки. Если основной блок, он берет битторрент, то есть сервис для бесплатных переводов данных. 99% и легальных данных. Он берет вот это, как основной блок для децентрализованного интернета. Это вообще абсурд просто. Смотрите. Кто пользуется битторрентом? Битторрентом пользуются те люди, у которых нет денег, сервис, чтобы купить лицензированную версию. Тут подождите, дети, которые будут посядь на гневные комментарии. И слушайте внимательно. Сначала было CD. То есть, когда вам одна песня нравилась, вы должны были купить CD. Потом Джобс сел в революцию. И можно было купить одну песню. За один доллар. И первая группа, которая помогала Джобсу, это была группа YouTube. Мы все знаем. А вот уже можно было купить одну песню. В не место того, чтобы платить 25 долларов, вы можете платить 1 доллар для одной песни. Третья революция продажи контента в интернете это модели подписки. Я подписан на iTunes Music. В месяц плачу 5 долларов. Слушаю все, что хочу. Сколько хочу. Я подписан на сайты, которые один за 15 долларов, один за 3 доллара. Там есть еще очень дорогие сайты за 100 долларов и больше. Иногда вот эта подписка себя не оправдывает. И для этого новый способ это сколько времени ты тратишь на сайте. Будет такой способ, который, кстати, делает Коил с помощью XRP и Ripple. Это самый лучший способ для использования контента, на который не то, что нужно, не подписывайся, но и подписаться нужно. для контента, который ты можешь употреблять им или много или меньше, смотря на какой месяц. И вот стабильная подписка, цена, это не подходит к такому контенту. Поэтому у нас есть Коил. То есть, ты будешь платить столько, сколько ты будешь пользоваться этим. и та же будет та же система, и будет и с iTunes Music со временем, и с Spotify, и всеми остальными. То есть, все идет к тому, чтобы потребление контента из интернета стало не только дешевым, но правильным, имело правильную цену. А битторрент, оно просто уйдет с рынка. Потому что, во-первых, если контент очень дешевый, и по карману уже 90% людям, те, которые пользуются интернетом, а тем 10% у которых вообще нету средств, ну вот, они могут оставаться на битторрент. Но со временем битторрент легально будет, то есть, конструкция файлов, чем будет уничтожена сеть биткоина, битторрента, потому что с помощью конструкции файлов. И сейчас уже возможно полностью убить битторрент и все торренты peer-to-peer, неубываемые программы. То есть, потому что ты не убываешь программу, ты убываешь контент, воспроизведение контента, и это очень легко делать. Но об этом в другом видео. То есть, Трон покупает компанию, которая долгосрочно не имеет сути существовать. Детишки этого не понимают. Они говорят, что это один из самых основных фундаментальных блоков для децентрализованной интернет-сети. И еще касательно цены Трона и перспектив компания Трона. Очень важно понимать, что в рынке сейчас нету ни Google блокчейна, ни Facebook блокчейна, ни Microsoft блокчейна. Что они будут делать? Основно, они будут покупать проекты. Мы видим, что есть интерес Cardano. Мы видим, что есть интерес насчет Zilliqa, WeChain. Да. Есть интерес на URipple. Здесь нету вариантов. Просто URipple уже уже все, кто нужно там. Все эти компании, которые нужны. И банки уже там. Tesla, Google, они инвестировали в Data и James. Кто интересуется Троном? Никто не интересуется Троном. Потому что вот эти простые вещи, которые я сказал, стратегии их маркетинга, на чем базируются их сеять. Что они покупают, для чего они? То есть покупают бесперспективный проект для идей, которые не знают с чего начать. Это огромное обещание, но как это реализовать, они вообще не знают. Поэтому никто не интересуется Троном. Цена Трона, да, цена может стоить 10 долларов. Ну и что? Ну и что потом? Когда руководитель не знает, какой проект купить в долгосрок, потратил сто миллионов на BitTorrent, потрачу еще сто таких миллионов на другие проекты, которые в итоге что будет? Я в итоге все время будет путаница незнания, которое будет питать этот проект. но так это со временем кончается. От этого устают все. И в конце что я хочу сказать. Я не покупаю Трон. Не буду покупать до тех пор, смотрите, если с поглощением биткоина, с открытием коина BTT, что-то вот такое изменится, что я посмотрю, скажу, ну, не понял это тогда. был неправ. Да, извини, Джастин, я был неправ, и ты я не боюсь ошибаться. Понимаете, тут важно, я понимаю, что на данный момент создание трона и до биттор, который они купили, в этом промежутке трон пустышка. Без идей, только огромное обещание без ничего. Неправильное обещание самое это обещание просто неправильное обещание. То есть в этом промежутке я не буду инвестировать трон. Если все изменится, я буду неправ. Неправ, так неправ, люди ошибаются. На этом все, спасибо, всем пока.